Уважаемые друзья, к нам обратилась гражданин Васильева Людмила Александровна, женщина неравнодушная, она против законопроекта, который будут подписывать 14 декабря этого года. Времени осталось совершенно мало, это уже буквально 3 дня, везде, на всех сайтах, на всех страницах, где она ведет свои так называемые страницы в этих социальных сетях, она призывает поддержать и поднять общественный резонанс против этого законопроекта, о котором сейчас расскажет Людмила Александровна сама. Вот, Людмила Александровна, расскажите, что вас беспокоит? Ну вот смотрите, уважаемые граждане Бурятии и Иркутской области, я думаю, вам очень дорог Байкал, вы его все любите, вы все кричите об этом в роликах. Ну вот, когда сейчас, значит, уже Мишустин должен 14 декабря подписать лесной кодекс о вырубке лесов, которые вот, если не будет нашего таежного леса, мельчают реки, уровень воды падает. Я думаю, а этот лес продается в Китай за миллиарды денег, но неужели вы останетесь равнодушными и не пошлете письмо, значит, президенту или правительству Российской Федерации, чтобы они нас услышали? Каждый в отдельности должен это написать письмо. Или мы все вместе подпишем? А, значит, доказательство тому, что есть лесной кодекс уже сейчас у Мишустина на подписании. Это уже в правительстве Российской Федерации, там есть яскрины, скидывала в Народный Совет, на сайт Народного Совета. И каждому уже в отдельности скидывала, некоторым людям, которые находятся в Народном Совете у нас на сайте. Надо подключить ребят из Иркутска. Не оставайтесь равнодушными, пожалуйста, я вас умоляю. Вы же все любите Байкал. Вспомните и не поленитесь. Я знаю, что у российского народа лень вперед родилась, но, значит, проявите здесь активность. Сделайте действительно действие. Не надо там на площадь выходить. А вот всего лишь напишите. И напишите так, чтобы вот просим, значит, наше правительство не принимать никаких законов в лесном кодексе, не подписывать перечень видов услуг, которые, значит, запрещенные. Это 643 от 30 августа 2001 года постановление. Попросите их не подписывать. Это все без разрешения местных граждан. Именно граждан, а не жители или там еще кого-то, потому что это будет правильно. И чтобы юридически правильно общаться с правительством, с нашим, попросите, не требую, не прошу, а именно вот рекомендуем, да, скажите, в своих письмах рекомендуем, чтобы без разрешения не было подписано и чтобы спрашивали разрешения путем личного голосования. Такая просьба у меня к вам. Людмила Александровна, слово рекомендуем вообще это недопустимо в обращении к правительству Российской Федерации. Дело в том, что слово рекомендуем, это так оно и останется рекомендацией. То есть, они глухи к таким. То есть, мы как власть, мы должны только требовать. Значит, только требуем, да? Только требуем, немедленно, да. А об отмене вот этого законопроекта, это раз. И второе, по крайней мере, отложить, то есть, не принимать скоропоспешно, не подписывать его вот этот законопроект, потому что дальше будет еще сложнее, то есть, бороться против него. То есть, если закон принят, то есть, вот уже он вступает в силу, соответственно, будет, ну, получается, в любом случае, это уже будет законно, правильно? То есть, все эти действия, которые они, перечень, которые они подтвердят, поэтому нужно не допустить принятия этого закона и просить, не просить, даже требовать, чтобы его отложили до слушания, да, то есть, местного населения спрашивать. И это, кстати, мы требовали и ранее. Это когда приняли закон о массовой сплошной вырубке леса для РЖД, то есть, отменили экологическую экспертизу. Естественно, это возмутило всех граждан, то есть, население местное, которое живет вокруг Байкала. Это граждане Иркутской области и Бурятии. Но, тем не менее, наш голос не был услышан, закон был подписан. И поэтому вот сейчас хотят еще внести поправки в лесной кодекс, где будет конец нашему Байкалу. Восстановление 643-я, перечень видов деятельности запрещенных. И вот ничего сверхъестественного, вот я так понял, Людмила Александровна, вы уже не просите, мы просто требуем, чтобы этот закон был проработан до конца, учитывая интересы местного населения. Правильно я вас понял? Совершенно верно. Я тоже здесь проживаю. Для меня Байкалу это все святое, это жемчужина России, это даже больше, наверное, чем жемчужина. Туда приезжаешь, вы сами знаете, какие там прям сердце радуется. Как там радуется сердце. Так, вот есть телеграм-канал, да? Он называется Народный Совет. Туда может вступить любой желающий. Да. Народный Совет. Заходите, находите Народный Совет, набирайте там Улан-Удэ, и он обязательно это выйдет. Заходите, присоединяйтесь. И там обязательно найдете, ну, по фамилии, да, вот, Васильева, да, почему бы там, или просто Людмила Александровна. Людмила Васильева. Людмила. Значок у меня там розочка. Да, ну, желательно, конечно же, чтобы не розочка была. Лицо. Да, лицо. Пусть оно будет, конечно, не в самом близком расстоянии, расстояние. Ну, чтобы было все равно лицо, потому что доверие тем, у которого вместо портрета кошечки, собачки, там, и цветочки, конечно, оно не прибавляет доверия, да? И если вот, ну, человек такой неравнодушный, смелый человек, я скажу сразу, смелый человек, большинство у нас людей трусит, боятся, боятся защищать Байкал. Я не знаю, уже чего больше бояться. Байкал это наше святое. За Байкал надо бороться всем миром. Но тем не менее... Здесь я еще хочу добавить, здесь не надо на площадь выходить, вас никто не арестует. Напишите письмо. От вас требуется написать письмо либо на правительство, правительство Российской Федерации, либо на сайт президента. Сайт президента можем скинуть, значит, Я так понял, из нашего предыдущего разговора вы уже отправляли письмо на имя президента Российской Федерации, отправили письмо на электронную почту на сайт правительства Российской Федерации, правильно я вас понял? И нужно как можно больше закидать практически письмами. Да, закидать надо письмами. Чем больше будет писем от наших граждан, чтобы нас услышали. И чтобы, конечно, я так понял, из нашего с вами разговора, вчера телефонного разговора, я так понял, что нужно дать резонанс именно по социальным сетям. Социальные сети сейчас это очень большая, великая сила, она дает резонанс, узнает об этом как можно больше людей. Люди сейчас газеты не читают, телевизоры смотрят редко, кроме пенсионеров, и, соответственно, сейчас все сидят в социальных сетях, то есть сидят в Инстаграме, сидят в Телеграме, сидят в Фейсбуке, Одноклассники, ВКонтакте, и как можно максимально вот Людмила просит отозваться, то есть переходить, зайти в Телеграме на канал Народный Совет, присоединиться, найти там Людмилу Александровну, у нее есть ссылки. Эти ссылки находятся прямо непосредственно на странице Телеграм-канала Народного Совета. Вот еще раз повторите, чтобы для кого-то может быть непонятно. Да, я уже, кстати, скидывала эти документы. Скажите, где вы их скидывали? Народный Совет, и микрофон скидывала, просила ребят местных, и говорю, кто имеет связь с Иркутскими, с жителями, гражданами. Я вот имею знакомство тоже по России, по России, когда сказала, что лесной кодекс для всей России принимается, леса будут вырубать, я сказала им, напишите тоже. Ну вот двое откликнулись, хотя там сайт тоже на 40 человек. Ну вот двое откликнулись, написали в правительство Российской Федерации. Вот, значит, Мишустину 9-го было выложено такое, значит, сейчас я зачитаю прям, о внесении изменений в лесной кодекс Российской Федерации в части передачи на федеральный уровень полномочий по предоставлению лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. То есть, они хотят наш Таежный лес освоить путем законным, да, освоить и под этим благовидным предлогом, предлогом, да, они хотят вырубить наши леса. Будут мельчать реки, уже мельчают они реки, вы сами, может быть, видели, кто часто ездит. Байкал мельчает и весь лес... Когда он мельчает, он еще заиливается, заиливается, он превращается в болото, вот такое, вот такое... Да, кто бывает на Байкале видел, наверное, этот ил, и Олес за денежки увозят в Китай. Я думаю, вы эту всю информацию уже в интернете вот так информация об этом. Все об этом знают, все это видели, все это знают Ну, и все думают, что от нас все равно ничего не зависит. А написать письмо, ну, ребята, ну, пожалуйста, напишите письмо от себя. Мы протестуем, да, против подписания лесного кодекса вот в декабре Мишустина. Конкретно 14 декабря, да? 14 декабря подписания у вас осталось вот... Да, 3 дня. Надо отправить вот сегодня-завтра, чтобы они о рассмотрении там мне, как, допустим, президентом мне написали, чтобы зафиксировать письмо. 3 дня. И еще можно, я вам сейчас Людмилу Александровну скажу, подняли большой шум, помните, пытались принять закон, ну, законопроект клишеса, который гласит, как вы помните, как он гласит, это, что в течение 24 часов можно лишать без суда, лишать родительских прав и, соответственно, отбирать детей, то есть в реабилитационные центры. В течение 24 часов там, типа, суды-тройки, вот как раньше было, достаточно без участия практически судьи, то есть органы опеки могут изымать детей, и вот поднялся резонанс по всей России благодаря блогерам, благодаря независимым журналистам, благодаря неравнодушным людям, то что такое-то, чтобы там сотрудник полиции, сотрудники органов защиты вот этой опеки, просто они вещи, и все, они принимают решение, там три человека, и забирают у родителей, и под благовидным предлогом, что якобы дети подвержены опасности, то есть их жизни, здоровья, гражданной опасности, и то, что закон, конечно, был очень сырой, и там буквально оставалось только не больше, не более недели подняли шум по всей России, то есть соответственно, этот законопроект в Государственной Думе был отклонен, то есть это вот мы видим яркий пример того, что без участия народа, да, там где-то там наверху, чтобы вот такие вот законопроекты антинародные не не выходили, то есть меня еще, знаете, одно радует тут, что 8 или 9 числа, вот декабря, да, в новостях передали, что Путин подписал целый пакет документов о том, что международные договора, в общем, недействительные, они, конституция первична. Поправка конституции как раз и гласила, да, о том, что международные договора, международное право, то есть оно меньше, то есть по значимости, чем российские законы, то есть если человек, к примеру, не нашел правды в Верховном Суде Российской Федерации, он уже не может никуда жаловаться, то есть Европейский суд по правам человека есть, да, есть международные суды, которые обращаются человек, который считает, что его права нарушены, но тут согласно поправкам вот этой конституции, которую приняли вот 1 июля, точнее были одобрены на голосование, все, теперь мы проучатся абсолютно бесправно, то есть мы не можем даже пожаловаться в международный суд по правам человека. Насчет этого, значит, народ, запомните, статья 79 конституции, там международное право вот именно говорится, что а международное право по международному праву вот кто уже все, ее приняли, конституцию одобрили, ее государственная дума одобрила, и совет федерации, а то, что мы голосовали 1 июля, это уже ничего не значило, это просто президент Путин и вот эта наша верховная власть в лице правительства просто решили как бы якобы сделать так, что народ поддерживает вот эту уже принятую поправку конституции, в которой, кстати, и ущемляется именно права народа в том, что мы даже не можем отстоять свои права, права человека в международном суде. Смотрите, я напомню, что судебные приставы работают по международным договорам, и эти мировые суды, и районные в том числе по международным договорам, и если вот у кого вот есть проблемы с этими договорами, они, кстати, вот может как за основу брать 79-ю статью Конституции, чтобы вот аннулировать.